здравствуйте в эфире 140 выпуск аудио дайджеста старт шейр меня зовут феникс бекей и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшись на тысячу километров собрались два игрока редакции стратега как всегда геншин подкаст в здании привет дима здорово а чё на сегодня будет что-то про геншин а вот не факт вот я тоже так подумал нельзя марку терять не упомянули геншин не отработали хорошо там стартанул новый ивент наконец-то рата кита врывается со своими вот этими рогатыми жуками так точно я же видел и не запустил до сих пор всем кому интересно уже доступно там можно заданницы пройти и чё-то возможно повоевать на жучках на этом принципе вся геншин аналитики ну блин ясно ладно там ничего не происходит реально ждем апдейт пока ничего такого тухленько по чуть-чуть ивентов дают а кстати сегодня то и бишь в пятницу будет какой-то даже мини стрим но он будет гораздо позже чем мы записываемся поэтому рассказать пока особо нечего ну то есть мы чё-то ждем чё-то ждем но по идее может расскажет про новый апдейт но про следующий поэтому что-то будет я честно не знаю что там но что-то будет что-то будешь что-то будет ясно короче я пока вот со свежими впечатлениями только отгребся от xbox играл я в пробную версию wild hearts вообще я также в прошлый раз поиграл в нфс который новый ты я уже забыл даже как его называю реборн анбаун анбаун реборн ребаун ребаун да короче ну ей дает потыкать там через геймпасс 10 часов триала вот я не знаю суммарно это или не суммарно ну короче сам факт что мне написал у вас есть меньше 10 часов но я такой да и пофиг давайте погнали и вот я как человек фанат монстр хантера сумасшедший игравший во все подряд уже там не помню с каких частей все что можно хотя вот на xbox кстати я не запускал самую свежую которая выходила потому что я просто на свече наигрался до тошнотиков честно я просто не хотел вот мне надо от монстр хантера хорошенечко отдохнуть и тут я вот запускаю значит этот замечательный wild hearts который сделали омега форес который ребята делали у нас получается токуден до династии варьер это все муснюк короче муснюк сидел мусняк да мусняк а издавали игру и и что вообще собственно странно сочетание очень необычно да очень да сумасшедшая просто ну и выглядело все изначально как монстр хантер который занялся внебрачной любовью с фортнайт потому что охотников научили что-то там строить вот но я как задрот монстр хантерский ничего там не строю я короче бегаю рублюсь просто чисто на скилл ухи да да фанат скилл ухи и там мне немножко ломают за это ухи короче не игра прикольная прикольная чем вообще нифига на самом деле не монстр хантер то есть не настолько она заточена под то что тебе нужно непрерывно крошить монстр плюс карта по ощущениям очень большая то есть не вот эти вот регион залетел там побегал ограниченное пространство а вот прям большое много места можно даже лазить то есть вот как в геншине можно по всяким штукам лазить тут ты можешь накрафтить секунд прыгалку на нее прыгнуть куда-то там подзалезть может даже на монстра подбежать зацепиться и по нему начать лезть как в этом скажи мне скажу господи ну монстр хантери там в определенных читах тоже можно но это больше похоже шадов за колоссус самое чем обычно сравнивают когда говорят про лазить на кого-нибудь не 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 про колоссов подожди как же называлась там ой господи памяти намекни короче там тоже по монстрам можно было лазить там же гидра была там был так как мантикор какой-то такой здоровый блин то ли фон капком ее делала тоже все короче из головы нафиг вылетела ладно я в процессе вспомню я напишу напишу я напишу скажу я думаю что кто-то уже сообразил короче там тоже может по можно было по монстрам лазить были огромные монстры такие большие всякие прикольные это была прям рпг с открытым миром все такое и тут короче тоже можно лазить все на упор именно вот на такой японский колорит то есть ты с гигантским клинком катаной бегаешь боевка очень похожа по механиком на монстр хантер тут тоже нужно собирать ресурсы всякое такое вот играешь вроде бы это как монстр хантер но это нифига не монстр хантер то есть они реально смогли сделать какую-то другую игру хотя мне вот как фаната монстр хантер играть было интересно и мне не было ощущения что я просто играю в какой-то знаешь все укравший рискин отчасти этому обязана элемент исследования то есть ты прям можешь полазить побегать везде вот допустим ты можешь накрафтить себе такую хрень как канатную дорогу ты стрельнул там куда-то далеко и прям туда улетел и там полез дальше смотришь что-то лазишь и монстры самое смешное они в каких-то механиках как бы копируют монстр хантер но они другие то есть прям выглядит по-другому ощущается по-другому и как-то схватки с ними тоже раскладываются по-другому в общем я прям очень сильно приятно удивился на самом деле я не думал что будет настолько норм ну я не могу сказать что прям мега разрыв там на все времена супер хит потому что есть там ляпы плюс я играл на xbox series s и там прям беда с фпс коми и графоней прям ну такое чё-то я вот на фоне того что показывали в трейлерах и то что я увидел на эске ну прям я всплакнул я думаю что в остальных версиях если 60 фпс и графоней поприятнее то это вообще еще дополнительный плюс и сверху впечатление положительное и короче механики всякие разные классно реализованы допустим монстр хантер ты замочил монстра да он валяется ты подошел с него срезал там крылышко жопку яичко там все все что тебе надо тут уже опять же рандомит а тут ты получается монстра убил он лежит и ты подходишь его добиваешь то есть там есть опция финиш а он лежит подергивается то есть тут вот так они обыграли этот момент жестоко жестоко и плюс знаешь и я не увидел опции поймать монстра можно монстра когда ты его побил он такой покоцанный ты эффектно подходишь делаешь final blow то есть запускается катсцена и там то есть мечник к кира курасава все дела хватается там вот там и все и короче готов монстры и там иероглифы черно-белый цвет ну все как надо то есть вот настолько колоритненько и ты такой о да это это кайф это приятно вот ну и оружие опять же да то есть я вот много наиграл монстр хантер я относительно комфортно бьюсь опять же сразу дают стартовую катану я всегда бегал с катанами и блин ну как-то интуитивно примерно понятно что делать то есть ты там наиграв много монстр хантер быстро довольно сориентируешься сетевые матчи короче ты находишь какие-то порталы они прям везде на картах находятся и там вот ты заходишь в портал грубо говоря эти сразу кидает на миссию с монстром ты можешь присоединиться к людям либо из лагеря плюс ты лагерь строишь сам ты у тебя лагерь ты крафтишь какие-то предметы находишь всякие материалы и прям строишь там разные штуки радар на монстра то есть он тебе показывает сразу где у тебя моб у тебя кузня тут же в лагере тут же ты можешь в лагере переодеться там поспать прокачаться открыть какие-то новые хреновина в общем по первым впечатлениям там разрыв сколько всяких опций и возможностей и это как-то знаешь при этом сделано не напрягающе то есть монстр хантер ты такой блин мне надо трусы скрафтить да там надо пойти там чешуйку жопы дракона мне добыть надо для этого убить 20 драконов тебе надо размотать там чтобы тебе чешуйка выпала я конечно все утрирую но примерно суть такова что ты должен прям пофармить тут я как-то на расслабончики начал плюс еще все собирается очень быстро постоянно ты бежишь короче у тебя все время что-то под рукой там попадается чтобы ты собрал и ты как-то бежишь это собираешь как-то ненавязчиво что ли вот и очень приятное впечатление от игры вот подводя итог ну главный плюс который я услышал это удобней чем монстр хантер в плане поиска коопа и не так душно в плане крафта тебе не нужно дрочиться с миссии на миссию с миссии в деревне то есть на вид они подсмотрели чего очень неудобное в монстр хантере и вот эти элементы они сделали удобнее да я просто не дошел ни до какого города деревья моя личная мой лагерь просто в каком-то большом дубе внутри там в пене гигантском грубо говоря если ты убил монстр ты садишься к костру выбираешь кого на кого хочется и побежал но тем не менее это удобней в любом случае это динамика другая а то ты помнишь монстр хантере с птицы на птицу посмотрел загрузку подумал чё там по выбирать ну то есть в плане меню монстр хантера все-таки архаичность это максимальный уровень просто клонов монстр хантера дохренища ж было и вот из всего что я щупал мне вот этот выглядит наиболее таким добротным что ли ну получается омега форсы на третий раз победили наконец-то сделали монстр хантер своей мечты ну пока все к тому и сводится только знаешь надо играть дальше я увидел там пока двух таких монстров один мне очень понравился один не очень понравился и он как раз именно больше копировал монстра из монстр хантера и такая там штука была то есть этот монстр и баре от которого скопировали или баррот я точно не помню он короче в грязи колупался такое значит на двух лапах бегал тут похожий тоже бегает на двух лапах тоже в грязи выглядит совершенно иначе но потом превращается в такую лавую тварь и он тебя залепляет лавой которая тебе мешает кувырок делать перекат а значит в монстр хантере тебя когда залеплял грязью монстр этот аналог да ты не мог атаковать тебя залеплял ты мог бегать перекатываться но вот ты не мог делать паник джамп который универсальное уклонение как-то бессмертный короче вот там доли секунды каких-то вот а тут блин по-другому просто сделано я такой в пылу боя нажимаю как бы уклониться ну то есть рефлекторно ты тыкаешь а чувак такой типа я не могу он как бы дрыгается и ты получаешь люля а еще фишка знаешь чем вот эти лечебные зелья которые монстр хантере заканчиваются эти там надо бежать там в лагерь вот в ворлде по крайней мере ножичков собирать ну да то есть там вообще все сводится к тому что как-то похеряться надо ну да и здесь такого нет такой проблемы здесь везде растения висят на которых ты можешь сорвать вот эти вот лечебные штуки и потом непрерывно ими бахаться вот такая ерунда поэтому как бы тебя бьют ты получаешь но ты не теряешь надежду короче даже если плохо играешь ты можешь просто обсасывать эти растения непрерывно короче у меня сейчас такое там знаешь еще еще все постоянно всплывет какие-то мысли в голове я не знаю и вот допустим про еду тоже прикол монстр хантере ты пошел сел выбрал жратву поел ты пошел короче у тебя там эффекты какие-то появились тут не так ты нашел еду ты прям тут же жрешь она тебе тут же дает эффекты у тебя большая просто полоска сколько ты можешь съесть и ты прям тут же выбрал тут же съел не ничего не тормозится все быстро и это кайф вот таких вот я думаю нюансов дальше будет только больше короче подытожим те кто наигрались монстр хантер внезапно это отличный клон новый который даже не клона внезапно местами лучше чем монстр хантер по звукам по звукам по мыслям можно пробовать не опасаясь походу да советую попробовать составить свое мнение конечно ну я понимаю что это скорее всего игра не как там лавры монстр хантера не подожмет не уничтожит все-таки это оригинал бэлт хардс будет восприниматься скорее как копия но в целом это наверное самая удачная копия пока из тех что я видел вот как как бы ну слушай 12 минут за дрот монстр хантера хвалит игру по-моему это о чем-то так говорит я понимаю да но есть такой момент что я просто от монстр хантера честно устал то есть вот почему на xbox не стал играть я говорю потому что я наигрался подряд было очень много монстр хантера ворлд был крут я много наиграл потом был айсборн я тоже много наиграл все это мне портянки текста на сайте есть обзоры мои а потом значит вышел на свече райс вот тоже все круто все новые какие-то фишки появляются но вот он не настолько меняется чтобы я понимаешь успевал между этими играми отдыхать я слишком много наверное в него наиграл что я сюда зашел и здесь оно совсем все по-другому реализовано хотя core механика основная с охота и принципе та же даже ощущается плюс минус очень похоже боевка там вот эти все моменты но блин за счет вот этих всяких деталей классных оно другое оно приятнее почему-то и я вот в нем сейчас играл не мог оторваться вот так но только что вы услышали еще один жирный плюс почему вам стоит поиграть да но проблема в том что полной версии у нас нет появится она у нас или нет я не знаю и когда появится и короче в общем пока пока игры нет только впечатление эмоции может быть какой-то сравнительный текст исподоблюсь сделать если ручки дойдут опять же в комментариях ждем ваше мнение дорогие слушатели как-то так ну давай теперь твоя очередь рассказывать у меня все проще у меня просто выбитая платина dmc 5 все в принципе я ее до мучил как оказалось до самым сложным все-таки было проходить на данте маздай потому что мог бы сука очень жирные тебе нужно дольше держать концентрацию после того как ты прошел на этой сложности ты заходишь на от и ад где тебе ваншотит такой они тут такие тонкие чем не пробежать без дамаги ну и эти дворцы но это как я понял в каждой части дворцы это просто душнилова не как я понимаю изначально и добавляли в игру это чисто такая наш комната для оттачивания камбух но к этой части они наконец-то сообразили что можно сделать отдельную комнату для оттачивания камбух с правильной индикацией ну а кровавый дворец видимо остался как дань уважения серии то есть он есть таунты в конце открываются дополнительно у этого данте прикольный таунт дополнительно открывается где он как вёрджил себе прическу назад задергивает а потом я переключился на ретернул и но у меня есть вопросы к игре довольно много начиная от сюжета который сон собаки и ты такой ну блин такая многообещающая могла быть вещь а там сон собаки но и геймплей на месте честно я прошел первый акт и знаешь переход во второй акт он короче не соразмерно сложнее и как бы у тебя прокачки там нету как такое ну то есть это тот вид рогаликов которые недолюбливые в котором не дают качать чего-нибудь то есть мне не хватает плюсиков процентиков цифрах я не люблю когда меня не дают чего-нибудь прокачать а то есть типа ты не чувствуешь прогрессии да да у меня от этого подгорит то есть там конечно можно прокачать внутренние скиллы у оружия то есть то на чё я как бы упираюсь это вот единственное в принципе что то можно прокачать то что тебе фиксируется то что делать если предметы можно открывать а толку ты их рандомишь ну да ты открыл но опять же там их довольно много и ну в рандом но есть предмет нету то есть знаешь там открыл артефакт который мне дает плюс 20 там процентов урона если я ударил кого-то в ближнем бою к этому же ближнему бою классно теперь мне на там десять процентов больше шансов что он не выпадет какой-нибудь предыдущий там на дамаг это примерно такая же проблема была с как в этом в dead cells то есть там куча оружия но чем больше ты его нового открываешь тем больше ты понимаешь что тебе то удобное блин теперь не выпадет идти приходится с каким говном неудобным бегать ну да есть такое и ты потом начинаешь искать инстинктивно вот это вот то что то что было да то что было удобное то есть ну пока что больше вопросов на самом деле вот к переходу с акта на акт и мобы просто в разы больнее бьют они в разы душнее у них больше вот этих неприкольных атак массовых вот всякой вот этой грязи а ты как бы как стрелял так и стреляешь ты типа такой же лошок ну который просто прошел один раз игру здрасте а меня тут бьют опять же вот буквально свежий ран только что бегал я там накачал себе плюс сверху плюс 200 процентов здоровья знаешь захожу в комнату но может конечно рандом такой но я просто пришел в одну из комнат там появилась два душных мужика вот типа местные фауны вот этих вот как они там на к к к селиды к саниды в общем вот эти два чела ваше они в принципе душные а их тут двое и они почему-то по ощущениям начали бить сильнее чем били до этого вот один в другой комнате такой я не качаюсь ребята я просто пытаюсь выживать каждую секунду этой игры ну то есть ты от рогалика даже как бы от облегченного рогалика ждешь немножко не этого вот мое мнение я насколько помню там потом можно же сразу во второй акт стартовать да когда ты его открываешь там не ну не знаю насчет сразу стартовать я пока вот я в принципе дошел до того же момента вот то что мы играли у тебя на стриме то есть я пойди туда же дошел ты можешь не проходить босса ты можешь его скипнуть первой локации ну то есть нашел телепорт и может сразу него валить идти во вторую локацию но поешь всегда вот в этой игре появляется момент у тебя квалификация небольшая у тебя там можешь побегать как бы в первой локации все равно мобы проще тебе проще там собрать здоровье каких-то может оружие то есть прокачаться вот за счет квалификации хотя бы ты можешь чуть больше накопить всяких плюшкам сильфия того же купить артефакты вот этих зонах как бы сейф зонах скажем так переходных то есть идти во вторую зону можно но шанс того что ты там словишь сосай ну как бы множится соизмеримо тому времени которые ты не потратил на первую локацию грубо говоря то есть геймплей на геймплей на вопросов нету бегать прикольно прыжки эффекты все дела все прикольно но вот когда ты начинаешь смотреть на механику прокачки механику вот прогрессии что то же самое да и сюжет то ладно хрен с ним он такой знаешь как бы свою атмосферу дает ну окей понятно какое-то там обоснование твоему забегу по кругу почему нет пусть будет но у меня вот главный ключевой вопрос это качаться мало мало циферок я вот не люблю это я не чувствую прогресса и наш на скиле просто не всегда получается выехать ты хоть и вроде уже помнишь их паттерны там туды-сюды стараешься аккуратно заходить но те вот какая-то говнопушка выпала с плохим рандомом внутри ты просто их долго убиваешь и не те так или иначе по шее дают больно и ты еще здоровье кончилось сорян начиная заново такое ну попробуй доплатим и добить там вроде как все-таки не так уж это сложно скорее всего ну типа первую акт я еще быстро пробежал не да ну там же начинается душнилова над там рандомит просто выпадение предметов насколько я помню самая забавная глифы и прочее как-то не мне каждую комнату плюс-минус встречается пока везет футфу но при этом оружие не падает там сначала до сыпет хорошо но поглядим опять же я ловлю сеном я понимаю что я еще всасываю периодически на забегах потому что я пытаюсь как раз таки качать оружие вот эти перки в него и беру какое-нибудь говно неудобное либо мне вот неудобное как бы я понимаю да можно было бы попуститься немножко и против вот типа вроде с тем что классная но блин ты же понимаешь это все равно где-нибудь сейчас дохнешь а потом будет типа лучше же а типа когда умираешь же немножко откатывается прогресс вот того что ты набил в этом скиле ну короче не торопиться расслабиться получать удовольствие от забегов именно от процесса это в принципе можно причем играть типа не требует какого-то там запоминания скиллов прочего от нее в принципе можно все-таки отвлечься в отличие от того же дал май край где ты как бы отвлекся забыл комбы и потом у тебя руки-крюки ну прям жесткие поэтому можно и как бы если чё забить на какое-то время ну понятно собственно все поныл ну у меня у меня все остальное пойдет в текстовую штуку супер ждите текстовое от его до всех от нас от всех всех кто могут все пишут да все кто не могут кстати то даже такое происходит периодически читателям сайта тоже спасибо да что в комментариях делитесь своими впечатлениями за неделю это супер ну все так и все но я короче тогда как обычно ну в курсе на погнусавлю вам и напомним чтобы не забывали заходить к нам на сайт конечно же вк telegram youtube twitch везде всякое происходит везде всем рады так что лайки комменты подписки все это нам пригодится все всем пока и не болейте пока